Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Продолжаем работу прямого эфира. У нас гость на прямой линии. Последствием зума. Да. Инга Васильева, представитель отдела проекта вакцинации. Национальной службы здоровья. Доброе утро, Инга. Здравствуйте. Здравствуйте. Несколько вопросов. Ты начнешь? Да. Как вы сами в Национальной службе здоровья оцениваете темпы вакцинации? Последнее, то, что сейчас прозвучало по ленте информационных агентств, то на пятую часть сократилось количество вакцинированных. Может быть, это ожидаемое сокращение? Я помню, как обычно всегда, вот какой-то пик в какой-то момент, наверное, проходит. Вот, может быть, погода помешала. Как вы все это оцениваете? Ну, вы знаете, в принципе, да. Развитие ситуации в таком плане, как он сейчас происходит, мы уже прогнозировали. И, скажем, наш прогноз был до конца ими завакцинировать первой, хотя бы первой дозой 40% населения. Я думаю, что до этого плана мы доберемся и как бы план мы выполним. Но, конечно, мы видим эту тенденцию, когда сокращается такой, скажем так, интенсивный, усиленный интерес. В принципе, такая тенденция, ее можно увидеть во всех странах, где проходит процесс вакцинации. Есть какой-то пик, в каждой стране он разный. Но есть и пики, после которых, да, он таки уже процесс, он замедляется. Например, даже самая Литва, коллеги из Литвы нам говорили, что их темп начал замедляться тоже после 32-33% населения. Поэтому, в принципе, это нормальный процесс, и поэтому мы начинаем искать разные другие пути, как процесс вакцинации максимально приблизить к самому жителю, к населению, к человеку. Например, на этой неделе в пятницу начнется вакцинация в больших торговых центрах. Мы начнем в Риге, и уже постепенно в течение следующей недели будут не только рижские большие торговые центры, но будут большие торговые центры тоже в регионах Латвии. Это только один из приемов. Также мы будем всех людей в возрасте с 80-ти плюс вакцинировать на дому. То есть будет возможность получить тоже такой сервис. Начинаем активно обзванивать тоже сеньоров. В принципе, как говорится, мы переступаем следующую черту развития этого процесса. Да, вот что касается сеньоров, мы знаем, что и на заседаниях правительства, и на заседаниях профильных комиссий Сейма, конечно, выражается тревога по поводу того, что темп пожилых людей, хотя возможность вакцинироваться была еще с февраля, у тех, кто 80-плюс, потом 70-плюс, 60-плюс. Но темп, конечно, очень пока еще недостаточный. Возможно, мы только можем предполагать, что оказались неохваченными, если так можно сказать, вакцины и одинокие пенсионеры. Вот, может быть, надо как-то активнее вовлекать семейных врачей, чтобы они, которые знают свой контингент пенсионеров, обзванивали, сами приходили за дополнительную плату, там от государства вакцинировали. Но так что все-таки сеньоры, они, безусловно, входят в группу риска, удалось все-таки привить за лето. Ну, знаете, вы в своем вопросе, в принципе, дали очень много ответов, именно и не только ответов, а тех действий, которые уже начинаются с этой недели активно вводиться в практику. Но я, может быть, начну немножко с самой статистики. Самый активный такой процент вакцинирования среди сеньоров – это возраст 70-79, там сейчас порядка 44%. Самый низкий, к сожалению, это у людей 90+. В принципе, конечно, это можно чисто человечески понять, но так как нас слушает большая часть, я очень люблю ваше радио, большая часть русского населения, я очень хочу попросить не только самих сеньоров, но также детей сеньоров. Пожалуйста, помогите своим родителям выбрать этот выбор и просто идти и получить вакцину, потому что вакцину в Латвии получить быстро и очень удобно. Если есть, конечно, человек сам может дойти до центра вакцинирования. Но что касается самих семейных врачей, да, вы правы. И тоже, я думаю, что уже в течение этой недели мы уже поподробнее расскажем, как мы будем действовать с семейными врачами, потому что есть разные приемы. Мы планируем также дать дополнительный персонал для практик семейных врачей, чтобы они могли обзванивать в пенсионер. Потому что понятно, что в каждой семейной практике ресурс человеческий, он такой, какой он есть, и в принципе нужны дополнительные ресурсы. Мы над этим уже работаем. Скорее всего, в ближайшее время это уже будет введено. Мы говорим также, что семейные врачи – это один ресурс, и он очень большой ресурс, что касается сеньоров. Второй ресурс – практика, которая тоже опробирована в Европе, это тоже личные звонки, личный смс, какая-то информация, скорее всего, тоже в почтовых ящиках, что касается сеньоров, для этой аудитории это очень важно. Но третий важный факт – это, в принципе, тоже дети сеньоров. Дети и внуки сеньоров. Они должны тоже, ну, как-то помочь, позаботиться за свое. И больше участия, да. 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 Ну, во-первых, напомню, Инга Васильева с нами на связи, представитель отдела проекта вакцинации. Все понятно, все хорошо. Действительно, инфраструктура создана. Появятся пункты вакцинации, вы только что сказали, в конце этой недели в торговых центрах. То есть есть возможность прийти, получить вакцину. Нет мотивации. Речь идет об этом. Завтра, например, послабление для тех, кто привит, и тех, кто переболел, вступают в силу. Но при всем при этом тоже, только что у нас, в наших же новостях на Болтком прозвучало, что, согласно исследованию, снизился уровень тревожности. Возможно, это причина того, что, да, есть возможность, нет желания. Как вы планируете работать именно в плане мотивирования? СМСки, да, я вот тоже сам получил от вас на прошлой неделе СМСку о возможности. Но если у меня нет внутренней убежденности пойти и подставить плечо под укол, ну, я не пойду этого делать. Ну, вы знаете, да, тоже анализируя процесс, почему сокращается этот интерес и почему, как вы говорите, только что мы тоже прочитали в одной из этих исследований, что сокращается уровень тревожности. Это связано, возможно, с очень многими факторами. Во-первых, как мы видим, очень хорошая погода. Во-вторых, как мы видим, не драматически, а слава богу, очень интенсивно сокращается уровень заболеваемости. Но в то же самое время, только что в наших новостях мы слышали о том, что проходит в Москве, то есть вирус, он никуда не ушел. И, конечно, если мы не будем действовать ответственно сами, во-первых, за себя и за своих близких, то, скорее всего, осенью мы будем в очень похожей ситуации. Но что касается мотивирования, тоже над этой программой активно работается. Работается не только, как говорится, в Министерстве здравоохранения, но также есть задания для Министерства образования, потому что очень важная аудитория именно педагоги. Есть задания для Министерства благосостояния. И, конечно, работается над другими, разными, скажем так, бонусами. Мне не нравится это слово, но я не мог просто найти лучшее слово на русском языке для тех людей, которых так просят вакцинироваться. Но там они разные, там есть очень разные идеи. Они просто сейчас разрабатываются, начиная с лотереи для вакцинированных, кончая какими-то финансовыми стимулами и, скорее всего, стимулами, что касается различных, не знаю, бесплатных билетов на разные мероприятия и так далее. Но вся эта система, она на данной. Вот дайте нам неделю разработать, и на следующей неделе мы уже можем говорить более конкретно о том. А через неделю мы с удовольствием с вами еще раз пообщаемся. Нет, ну, действительно, на самом деле здесь Латвия ничего не выдумывает. Во многих странах уже такие стимулы появились. Подарочные карточки, лотереи, в основном попытки как-то стимулировать имени сеньоров, чтобы они вот шли и вакцинировались. Наверное, вряд ли можно греть каких-то доплаток пенсии, там могут возникнуть законодательные проблемы, но все остальные стимулы, наверное, возможно использовать. Я понимаю, что это политическое будет решение, но тем не менее, будет ли вот Национальная служба здоровья и ваше бюро как-то рекомендовать в перспективе какие-то обязательные требования вакцинирования тех лиц, которые работают с клиентами, с посетителями. Вот те же учителя, понятно, медики, полицейские, так можно продолжать, социальные работники, но вряд ли, если они работают с клиентами и они говорят, что мы отказываемся вакцинироваться, может быть, рано или поздно возник этот вопрос, могут ли они исполнять свои служебные обязанности. Ну, вы знаете, конечно, я представитель бюро, я не политик, но я могу только комментировать то, что я читала в прессе, что касается молодого министра образования, нового, молодого, не знаю, как правильно, конечно, она только что встречалась с представителем ЛИСДА и, по крайней мере, об обязательной вакцинации педагогов не идёт речь, они будут пробовать работать с другими путями, интимировать, ещё раз образовывать, рассказывать и так далее. Так что, что касается политических решений, это вопрос, к сожалению, не ко мне, или, слава богу, не ко мне. Ну, а у этой добровольно-принудительной вакцинации определённых работников определённых сфер есть и оборотная сторона. Вот только на прошлой неделе мы общались с представителями индустрии красоты, буквально 20-25 минут назад у нас был человек, объединяющий фитнес-залы, которые недовольны как раз-таки требованием к персоналу, обязательно вакцинации персонала. Они не могут открыться в фитнес-залы, там 70%, завтра не открываются по той причине, что они не выживут. Во-первых, ограничен контингент, который может их посещать, во-вторых, обязательно требование к персоналу быть вакцинированным. Ну, опять-таки, я отвечу как на прежний вопрос. Я представляю бюро, которое организовывает процесс. Я вам могу рассказать всё, что касается организации, статистики, не знаю, возможно, каких-то таких мелких медицинских проблем, но что касается политики, это вопрос к Министерству здоровья. Мы можем организовать отдельный, может быть, разговор к какому-нибудь представителю вам в студию, скорее всего, что вопросов будет очень много. Хорошо. Ловим на слове, что называется. Вы упомянули хорошую погоду. В этой связи возникла идея, ну, точнее, возникла ли у вас идея у представителей бюро организовать какие-то выездные точки вакцинации на пляжах или на поступах к ним? Ну, вы опять-таки попали в точку. Планируется, уже начиная со следующей недели, такие поп-ап, так называемые вакцинационные пункты. Мы начнём с так называемых больших ярмарок. У нас есть тоже задумки, опять-таки, где-то по дороге, скажем, на какой-то самый такой наполненный людьми пляжи. Мы будем искать эти места, где собирается большое количество детей, не детей, а людей, чтобы вакцинация была очень удобной по дороге куда-то. То есть там, куда идёт мой каждодневный, мои шаги, мои какие-то, ну, скажем, деятельность, там будут вакцинационные пункты. То есть по дороге к местам массового скопления, да? Да, да, да. Может быть, вы знаете, что, например, такая самая, ну, для меня такая интересная идея, такая кардинальная идея. Как мы знаем, Израиль, в принципе, очень продвинутая сторона, что касается вакцинации. Они, например, вакцинируют даже в барах. Ну, так что нам ещё есть куда расти. Между первой и второй. Вам уколичек небольшой. Ну, вот в торговых центрах это надо правильно. Вот уже слоган появился. Может быть, аптеки, да? Есть ещё? Да, и, кстати, аптеки. Аптеки – это тоже одна из опций, которая рассматривается, на которой будет активно работать, да. Поэтому там все, говорится, пути, маршруты людей, такие каждодневные, которые нам всем нужны, мы будем по пути везде. То есть, по крайней мере, с самими вакцинами никаких проблем нет? То есть сейчас нет дефицита вакцинах? Нет, с доставками вакцин никаких проблем нет, вакцин хватает. Я знаю, что очень, ну, по крайней мере, у нас было в течение прошлой недели много вопросов по поводу астрозенеки, почему переносится вторая доза именно на само время, от первой до второй вакцины. Людям казалось, что потому что нет вакцин. Нет, я могу сказать, что это неправда. Вакцин хватает на все вторые дозы астрозенеки, даже ещё с небольшим резервом. Поэтому ещё, знаете, появляется очень интересная тенденция. В прошлый раз у меня как раз господин Шонин спрашивал по поводу спутника. К нам приходят сигналы из Латгалии, очень много сигналов, когда люди перестают ждать спутника и соглашаются на Янсен. То есть одна вакцина, как говорится, чик, и всё. Я её называю в рабочей таком сленге. Поэтому немножко показывается, проявляется уже такая тенденция. Ну да, потому что люди понимают, что время идёт. Спутник пока не зарегистрирован ни в Европейском агентстве лекарств, ни даже в Семейной организации здравоохранения. Ещё, говорят, пару месяцев понадобится. Но так и лето пройдёт. Да, я согласна. Ну что ж, спасибо большое. Огромное спасибо. Время подошло к концу. Инги, мы остаёмся обязательно на связи. Ждём в гости виртуально, да или физически уже заходите. К нам можно. А значит, Инга Васильева, представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здоровья, о самой актуальной информации мы поговорили. И текстовая версия, конечно же, в течение нескольких часов появится на портале MixNewsLV. А, в общем-то, информация действительно интересная. Как Инга только что заявила, мы будем по пути везде. Тут и торговые центры, и по дороге на пляжи будут какие-то мобильные точки вакцинирования и так далее и тому подобное. А также бюро рассчитывает работать с мотивацией. Какие-то интересные вещи, интересные бонусы будут обещаны. Сейчас разрабатывается программа на этой неделе. Если мы правильно поняли, то эта неделя на разработку. На следующей можно будет уже говорить о каком-то введении. Финансовые стимулы, билеты и прочие такие вещи. Есть такой решающий этап. Не хочется заниматься ни за этой пропагандой агитацией. Я этого не люблю. Но, в принципе, сейчас наступает такой решающий этап борьбы с пандемией в Латвии. Не будем говорить про весь мир. Нас интересует Латвия. Вот сейчас решающий этап. Вот за это лето создать коллективный иммунитет. И нужно для этого бросить все силы и средства. Потому что мы видим, что уже по Европе шагает уверенно индийский штамм вируса. Более он тяжелый или нет, это еще ученые спорят. Но то, что он более заразный, еще более заразный, чем британский, это совершенно очевидно. Поэтому времени раскачку тут нет. И торговый центр хорошо, вот то, что говорила наш гость. То, что аптеки хорошо, все хорошо, чтобы действительно обеспечить вот эту вакцинацию, по крайней мере, взрослого населения. До конца августа. Времени очень мало, поскольку чем дольше мы живем без такого коллективного иммунитета, чем вирусу хорошо, потому что одна мутация другая, третья, четвертая, он уклоняется. И нам, не дай бог, чтобы так не получилось, что вакцины будут менее эффективными. Поэтому очень важно сейчас прекратить вот эту цепочку распространения вируса. И здесь два важных и интересных аспекта. Первое, действительно, снижение уровня тревожности по поводу ковида. Это хорошо, это позитивно. Мы начинаем меньше его бояться. С другой стороны, такой скользкий путь, меньше бояться. Но делать надо больше. И те, кто еще неделю-две назад говорили, что теоретически не против вакцинирования, но хотел бы посмотреть на результаты, как будут себя чувствовать те, кто вакцинировался. Вот, пожалуйста, все больше, больше, больше уже счет идет на десятки тысяч. Огромное спасибо тем, кто вакцинировался. Пожалуйста, уже есть на что посмотреть. Если раньше все делились симптомами после первого укола, после второго укола, то сейчас уже прошло это время, те самые 14 дней, и даже больше срок минул, и можно посмотреть на результаты. Все в порядке. Вакцины, ну, сложно оценить, насколько они действованы, но, по крайней мере, вреда для здоровья они точно не наносят. Поэтому можно сделать вывод и решиться таки пойти вакцинироваться. Тем более, что возможностей все больше и больше. И, наконец-то, уже какой-то определенный период, нет проблем даже с доступностью вакцин. То есть, Латвия полна, все обещания выполнены, вакцины на складах есть. Приходи, колись. Абсолютно. Именно колись. Именно, да, наверное, на этом замечательном призыве. Я хочу добавить, слушай радио Балком. И читай Микс Ньюс. Все, утро на Балкоме заканчивается, продолжается программа. Добро пожаловаться, диагноз недели и так далее и тому подобное. Мы работаем для вас. Большое спасибо, что слушаете. Всем хорошего солнечного дня.